Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Редько, мне 39 лет, я из города Зеленоград. Гитару я впервые взял в руки в 13 лет, потому что я был потрясен исполнением песни Булата Куджавы, мне захотелось тоже уметь петь так и аккомпанировать. И вот с тех пор я с удовольствием занимаюсь музыкой, считаю, что это мое. Я хочу добиться успеха как автор и исполнитель своих песен. На этом проекте я благодаря своим родителям, которые ждут, не дождутся, когда я уже перестану по маленьким площадкам выступать и, наконец-то, выйду на большую сцену. Мама и папа часто говорят, чем ты хуже, чем Стас Михайлов, чем ты хуже, чем Лепс. Вот они тоже начинали с каких-то маленьких площадок, но у них все получилось, и у тебя все получится. Дерзай, делай, иди вперед, мы в тебя верим. Не вижу причины сомневаться. Всех люблю, целую и обнимаю. До встречи на сцене. Держите за меня кулачки. Я пошел. С Богом. Так. Ух ты. Так, посмотрите. Испанин. Сегодня выпуск очень обаятельных мужчин. Он на Сэма Смита похож. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Редько, 39 лет, Зеленоград. Песню, которую я вам сегодня исполню, я хочу посвятить своим родителям. С Богом. Как-то все очень официально, серьезно, но тембр очень приятный. Баритон. Баритон, да, такой, да, да, да. Такой стильный. Ему эти сережки вот на ушах, вот это я не могу никак понять. Казачи, казаки всю жизнь носили сережки. Две сережки. Вот я сейчас встану однозначно вам назло. Москва. Это снег! Запомни мир, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза. Песня, что даже это поэт Николай Носков. Снова сны непонятные уму, наполняют светом пустоту. Со вспышкой света поутру все исчезает. Медленно в ночь пульс усыпляет, и снится небу. Снег, 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 зима за облаками. Мечты твои чисты, я знаю. Снег, 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 летит с небес снятая. Рядом хочешь быть, я знаю. Снег, 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 летит с небес снятая. Ты рядом хочешь быть, я знаю, знаю. Я успел. Дмитрий Редько набирает. 64 голоса. Ну что ж, Виктория Белова, вы педагог по вокалу. Как вам вокал, Дмитрий? Скажу самое главное. Дим, ты замечательно исполнил песню одного из моих любимых исполнителей. И твой красивый мужской тембр, твоя личность и твоя харизма заставила меня встать. Я буду за тебя болеть и скажу, будь победителем. О как! Вот так. Спасибо большое. Юля Лебеда, Юлечка, ты не встала, потому что ты не одела очки, не рассмотрела этого мужчину, а? Ты не прав. Нет, я вижу его лицо, я даже вижу его вот эту хмылочку и сережки. При всем невероятном, привлекательном вашем внешнем виде, при том, что от вас такая брутальная энергия идет. Можно сказать слово сексуальное? Ну, скажи, конечно. Это как бы федеральный канал. У вас такая сексуальная энергия. Даже я вспомнила, что я женщина сегодня, честно, не просто судья, да? А такое бывает не часто, Дмитрий. Я не встала не потому, что я там вредна или... Немножко не хватает верхов. Вот мне бы хотелось чуть-чуть по раскрытию звука. Валечка, наконец-то на вас добрался. Ну, вы встали, вы сияете, вы красивая, роскошная. Из ваших глаз рук можно воды напиться, не то что русскую песню услышать. Спасибо, вы хорошая. Что вас поразило в этом прекрасном исполнителе? Все поразило. Молодец. И верха, и низы, и внешний вид, и как себя подал, и тембр голоса. Конечно, сложно петь, потому что ассоциация с Колей Носковым бесспорна. Но ты молодец. Ты посмотри, мы просто вот все поддержали тебя, потому что харизматичен ты. Харизматичен. Коля, но ты лучше, ты знаешь. А, это я знаю, да, я не пою Носкова. Значит, я тебя люблю с прошлого сезона. Да, спасибо большое. Юр, что тебя поразило в Дмитрии, тебя? Мне просто понравился ваш тембр, мне просто понравилось, как вы поете, и поэтому я поднялся. У меня больше нечего сказать, это было круто. Вот и все. Спасибо большое. Ой, как же прекрасно. Но, Юр, я хочу все-таки чуть-чуть пройти вперед. Здесь такой разрез около тебя. Валентина. Мне всегда кажется, что вас кто-то нарисовал или сделал голограмму. Вы вот прямо нереальная. Вот из Марвела прямо. Я просто побаиваюсь вашей красоты. Открою секрет не только. Я побаиваюсь. Я вообще не понимаю, как здесь вот эти два парня с вами сидят. Человек посидел же рядом с вами, понимаете? Он получает огромное удовольствие. Как тебе, Дмитрий? Ну, давай что-то с придыханием вот так, как ты умеешь. Я хочу сказать несколько приятных и ласковых слов. Вот так пойдет? Да, пойдет. Вот прямо. Что здесь говорить? На сцене стоит талантливый, шикарный парень. Спасибо большое. С великолепным мужским началом. С безукоризненным темпом. Вы знакомы? Вы были знакомы до проекта? Больше не мой. Да нет, конечно. Я впервые увидела этого человека, и он меня покорил. А если покорил, соответственно, я встала. Все легко и просто. Ты должна просто сказать. Вот взять микрофон и так сделать. Вот смотри, так сделать. Потрясающе. И все. Это нам рейтинг сразу. А тебе все равно. Давай, попробуй. Потрясающе. А вот Светлана Рыбалченко, замечательная певица. Сегодня в таком грандиозном костюме. Да, да, мы всегда стараемся. Племени Майя. Дима, вот мне не хватило души немножечко, проникновенности. Как мне показалось, было немножко позерство. Все-таки Носков, он настолько глубоко поет, душой поет. Вы эту песню много-много покричали все-таки. Тем более, вы сказали, посвящайте эту песню своим родителям. Понимаете, вот все-таки хочется родителям на ушко немножко так рассказать о своих душевных переживаниях. Вот этого мне не хватило. Ну попробовали бы на ушко эти ноты. Спасибо. Дайте пройти мне чуть-чуть подальше. На ушко. Шепотом-то я теперь... СМЕХ! Дмитрий, на самом деле все очень круто. Мне абсолютно не важно, как вы спели, как Носков или никак Носков, похоже, не похоже. Это все второстепенно. Мы все-таки здесь не для того, чтобы выбирать, кто представит Евровидение в следующем году. Ведь мы все знаем, кто. Два раза, почему бы не третий. Бог любит, как говорится, троицу. Бог любит троицу, но привези уже первое место, я тебе этого искренне желаю. И я не обманываю ни в чем. Вот. Вы дали нам какую-то простоту. Вот вы сейчас были абсолютно простым и этим самым покорили. Благодарю вас. Шутки шутками, но, друзья, у нас не шоу юмористов, хотя должно быть, конечно, весело и смешно. Но люди, которые приходят сюда и выходят на эту сцену, они готовятся, они переживают, они не спят ночами. Выходят на эту сцену, поют для вас, а вы несете потом такую фигню. Я каждый раз пытаюсь вернуть вас в это профессиональное русло. Дмитрий, на мой взгляд, у вас прекрасный тембр. Вы опять стали заложником песни. И сейчас, как и всегда у нас здесь на стене, противоречия. Спел похоже, говорят, что копируешь. Ушел от оригинала, ой, слишком ушел, это плохо. Да, вы процитировали, но процитировали неплохо. Мне, честно, очень понравилось ваше выступление. Я считаю, что это классное мужское выступление. Очень брутальное. Спасибо за эту мужскую настоящую энергетику. Спасибо. Ну что ж, с таким результатом 64 голоса Дмитрий Редько занимает второе место в тройке лидеров. Ну, а мы прощаемся, к сожалению, с Анной Колесниковой. Анечка, наши аплодисменты тебе. Удачи, всех благ. Дмитрий Редько становится четвертым участником, попавшим в тройку лидеров. И такая смена лучших исполнителей может продолжаться весь выпуск, потому что это самое невероятное вокальное шоу. Ну-ка, все вместе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!